Продолжаем наш выпуск и у нас в гостях сегодня воспитатель года Красноярского края 2022 Селиванова Ирина Николаевна. Она уже 14 лет работает в одном детском саду под номером 167, да? Здравствуйте. Да, совершенно верно. Здравствуйте. Ну, наверное, сразу возникает первый вопрос, каково она 14 лет работать на одном месте? Очень даже положительно сказывается. Детский сад уже стал как родной, коллектив слаженный. И существует такой костяк работников, которые работают вместе со мной уже и более чем 14 лет. Очень дружный коллектив. И многие родители приводят уже по второму своему ребенку и попадают ко мне же в группу. Ну, и по этой причине очень комфортно работать. Я так понимаю, тех, кого воспитывали еще вот в начале своей карьеры, они уже выпустились как школьники, правильно? Да, они сейчас, те ребятишки, которые пошли в школу с 6 лет, они как раз закончили 11 класс в этом году. А основная масса моих выпускников, самых первых, только пошли в 11 класс в этом году. И пригласили вас, по-моему, на выпускном, да? Я была, да. Но по той причине, что моя старшая дочь – одноклассница их. Поэтому мне удалось очень приятно посмотреть, как они выросли, какими они стали, куда они поступили. Очень интересно их увидеть и проследить за их судьбой. Быть воспитателем года – это все-таки престижно, да? Как вам удалось достичь таких успехов? Ну, можно сказать о том, что это работа целой команды. Когда мы еще готовились к этому конкурсу, мы понимали, что это работа нескольких человек. Потому что элементарно нужно спланировать сценарий видеоролика, видеовизитки, отснять видеовизитку, создать педагогический сайт, разместить на нем информацию. В нашем коллективе работают очень компетентные методисты, которые сопровождали меня на каждом этапе. Я думаю, что поэтому, наверное, все и получилось. То есть у вас работала целая команда? Да, совершенно верно. А что было? Видеоролик. О чем видеоролик был? Видеовизитка, представление педагога, его темы, находки, о его жизни и работе. Сайт, также посвященный работе педагога на российском уровне, вы имеете в виду. Нет, ну, я так понимаю, воспитатель года Красноярского края, да, сейчас вы участвует? На Красноярском крае далее педагог рассказывал о своей педагогической находке, проводил мероприятия с детьми и мастер-класс для педагогов. Вы, я так понимаю, рассказывали о себе. Что можете рассказать нам немного о себе, вот если так, личное такое досье? Я представляла себе с разных ракурсов. Мое увлечение – это увлечение природой. Я люблю бывать на столбах. Летом сплавы, походы, зимой катаюсь на сноуборде, веду активный образ жизни. Вот такая небольшая сводка. Ваши хобби помогают как-то в работе с детьми? Да, у нас даже был проект с детьми «Туристический калейдоскоп», где мы прививали детям основы туризма, мы путешествовали по нашему микрорайону и разговаривали о красноярских столбах. И все в таком духе. Я так понимаю, сейчас Вы подали документы на участие воспитателя года России. То есть это уже довольно-таки масштабный уровень. Как это проходит? Сейчас прошел заочный этап конкурса. Оценивали также видеовизитку и сайт педагога. И 23 сентября предстоит открытие очного уже этапа конкурса, куда прибудут 84 педагога со всей России. Нам предстоит показать педагогическую находку, провести мероприятие с детьми. И далее мы узнаем 15 финалистов, которым далее предстоит провести мастер-класс, собеседование с членами жюри и дебаты. Уверены в своих силах? Ну, скорее да, чем нет. А вот как раз-таки на уровне Красноярского края была серьезная конкуренция? Да, конечно. Были достойные педагоги. Но я как считаю, что вообще любой успех — это все-таки 90% работы и немножечко удачи. Поэтому я думаю, что удача тоже улыбнулась мне. Вы как человек с опытом, как оцениваете сейчас в Красноярске, да и в целом в крае, дошкольное образование? Приятно видеть, что дошкольное образование сейчас находится на высоком уровне. Благодаря национальному проекту «Демография» в Красноярске только в последние годы построено порядка 20 новых детских садов. Во-первых, это помогло и уменьшить очередь в детские сады. Во-вторых, эти новые детские сады обладают всеми требованиями, современные, оснащены технологическими средствами. Мы, воспитатели, периодически бываем в других учреждениях для того, чтобы поделиться своим опытом, перенять опыт коллег. И иногда я с восхищением наблюдаю, насколько красиво оснащены эти сады, эти большие площади, интерактивные доски. Когда я учился в детском саду, ребенка у меня сейчас пока нет, я видел совсем такой старенький детский сад. Как сейчас время меняется? Как диктует правила этих мест детских садов? Что нового в детском саду? Если мы берем новый детский сад, который сейчас уже построен с учетом современных требований, это, конечно, огромные площади. Зачастую детские сады трехэтажные строят, в них есть лифты. Это очень удивительно для тех, кто застал еще только советские детские сады. Да, я помню, двухэтажные максимумы. Да, и в таких садах комфортно не только детям и родителям, но и сотрудникам самим. Младшие воспитатели, банально, если мы говорим о том, чтобы они с пищеблока принесли еду, то лифт здесь большой помощник. Но что же все-таки важнее в детском саду? Понятно, комфортные помещения — это плюс. Все-таки воспитатели должны быть профессиональные. Как сейчас у нас с уровнем образования для воспитателей? Да, воспитатель тоже должен быть современным, он должен не только постоянно обучаться, следить за всеми новинками в дошкольном образовании, но и самому быть открытым и постоянно делиться опытом. Есть ли гаджеты в дошкольном образовании? Да, приведу пример. У нас есть музейная комната в одном из зданий, куда дети приходят на периодические тематические выставки, и там имеются QR-коды. А экскурсовод сопровождает детей с планшетом, мы можем навести на этот QR-код планшет и с детьми увидеть какой-то виртуальный компонент этой выставки. Интересно, но все-таки получается, что мы приобщаем детей к гаджетам, да? Это не страшно? Нет, мы не приобщаем детей к гаджетам. Это же не значит, что ребенок с утра до вечера будет смотреть виртуальную выставку на планшете. Но это просто необходимо сейчас детей знакомить с этими техническими инновациями. Потому что, как мы знаем, и в школе первоклассники уже тоже начинают выполнять какие-то задания за компьютером. Вы, как лучший воспитатель сейчас в Красноярском крае, что посоветуете родителям, прежде чем ввести своего ребенка в дошкольное учреждение? Что им нужно сделать? Как подготовить ребенка? Во-первых, мама должна быть спокойна. Очень часто у тревожных мам тяжело проходит адаптация у их детей. Если мама настроена благоприятно, то и ребенок с удовольствием пойдет в детский сад. Я советую мамам подружиться с воспитателем. Она такой же человек, как и вы. Найти общий язык и не бояться оставлять своего ребенка. Поверьте, ему там будет комфортно. Он с удовольствием проведет время, играя со своими сверстниками. А многие ли сейчас относятся с недоверием к детским садам? Есть такие? Я бы не сказала с недоверием. Наверное, любая мама переживает из-за своего малыша. И в период адаптации, первые месяцы детского сада, конечно, мы это волнение наблюдаем. Мамы, стоящие под окнами, машущие своим ребятишкам. Бывает. Кстати, с какого возраста сейчас можно привезти ребенка в детский сад? Что касаемо нашего детского сада, у нас есть ясельная группа. И дети могут там находиться уже с полутора лет. Но, насколько я знаю, по требованиям уже с года можно приводить детей. Совсем маленькие? Да, только это должны быть специально оснащенные группы. У них уже два дневных сна. Немножечко отличается от распорядка дня обычной группы. Вот когда я был в детском саду, еще в маленьком возрасте, лет 5 мне было, у нас были и такие ночные группы, когда у меня, допустим, мама была на дежурстве, не с кем было бы не оставить. Сейчас есть ли такие группы? Когда я пришла работать 14 лет назад, в нашем учреждении была такая группа. Но она не пользовалась спросом, и ее закрыли. Все-таки сейчас родители находят как-то другой выход из положения, если бывают в семье ночные смены у родителей. Вернемся все-таки к вашей работе. Скажите, пожалуйста, сложно ли вам сейчас найти подход к детям? Меняется ли их вообще мировоззрение за 14 лет? Даже несмотря на то, что они маленькие, по 3-4 года. Возможно, у них как-то уже характер другой. Про характер я не знаю, что сказать, но я могу сказать, что сейчас дети стали очень самостоятельными. Большие выдумщики, изобретатели настоящие. Так интересно порой за ними наблюдать. Ну, подход к детям всегда мне удавалось найти. Я люблю детей, а дети понимают, если человек настроен к ним искренне, доброжелательно. Улыбка помогает мне. То есть достаточно улыбки? Или все-таки есть какие-то у вас фишки профессиональные свои? Ну, небольшие лайфхаки, конечно, есть, как рекомендуют психологи. Нужно разговаривать с ребенком на его уровне. То есть присесть к ребенку глаза в глаза. И важен, конечно, индивидуальный подход, поскольку у всех ребят разный темперамент. Кому-то надо юху, веселье, крики, какую-то громкость. А кто-то тихий, к нему нужно подойти, обнять, немножко посидеть. И тогда мы найдем его расположение. То есть, в принципе, это совет еще и мамочкам, да, только определенный? Что вот так нужно с детьми общаться, нужно присесть? Конечно, нужно смотреть на своего ребенка, что нужно только ему. Расскажите, пожалуйста, о своем распорядке дня в детском саду. Как сейчас все происходит? Вот приходит ребенок, приводит его мама, допустим, к вам в детский сад. Что дальше и до того момента, пока его не забрали родители? Прием детей начинается в 7 утра. В 8 утра завтрак. После завтрака занятия. В подготовительной группе это два занятия. Если учитывать музыкальное занятие, три. Далее свободное время для детей. Прогулка обязательно два раза в день. После прогулки обед и дневной сон. Там уже на подмогу приходит воспитатель со второй смены. То есть, а прогулки где сейчас проходят? На прогулочных участках детского сада. За каждой группой закреплен отдельный участок. Чем сейчас, кстати, кормят в детских садах? В нашем детском саду существует 20-дневное меню. Меню, конечно, немного поменялось с того времени, как я начала работать. Сейчас там присутствует салат с кальмарами, суфлей с печенью. Такие изысканные блюда. Не все родители предлагают дома такое ребятам. Но они с удовольствием пробуют в детском саду, оценивают. То есть, 14 лет назад была там манка, компот, пюрешка, котлетка? Кальмаров точно не было. Но дети любят, детям уже нравится. Да. И все-таки вернемся к конкурсу, да? Он немаловажен сейчас в вашей жизни. Но если вы вдруг станете учителем года страны нашей, это действительно большое звание, поможет ли это в вашей карьере вам? Может, вы вообще не останетесь в Красноярске и поедете работать в Москву? Я даже не знаю, как я могу так далеко загадывать, но хочу сказать интересную вещь, что если вдруг мне так улыбнется удача, и мое мастерство сыграет на то, что я стану воспитателем года России, то в следующем году конкурс пройдет у нас в Красноярске. Мы будем принимать конкурс такого масштаба. Это, конечно, будет не универсиада, но я думаю, что тоже достаточно масштабно будет. Всех ждет большая подготовка. Мне кажется, что Красноярску есть что показать на всероссийском уровне. Спасибо большое. Напомню, что это была Селиванова Ирина, воспитатель года Красноярского окрая 2022. Мы можем поздравить вас, наверное, в любом случае и пожелать удачи уже в следующем конкурсе более таких глобальных масштабов. Спасибо вам большое. Спасибо.